Всем привет! Сегодня в этом видео я расскажу вам секретную тактику для успешной победы вообще на новых серверах. Особенно будет интересно слышать это, наверное, КЛам и РЛам. В общем, из предыдущего видео, где я вам рассказывал о том, какие будут начальные ивенты, вы все прочитали, что на острове аллигаторов, я это прочитал вместе с вами, будут выпадать питомцы. Вообще, задача любого успешного клана, любого успешного КП и вообще любого успешного сайда, которые топят уровень, это попасть на пасеку. Это самая интересная локация в плане прокачки. Но, чтобы туда попасть и нормально качаться, вам нужен питомец. Где взять питомца? Очевидно, что питомца можно взять в разных местах. Очевидно, что это Атинга. В первую очередь, это Атинга изначально так и задумывался. Вы убиваете Атинга, который бегает где-то по карте. Его нужно искать. Шанс выпадения супер маленький, чего-то нормального там. Поэтому, ну, Атинга такой себе вариант. Может быть, не выпадет вообще в первый день ни одного питомца. Соответственно, я думаю, что Инова тоже это понимает. Поэтому они добавили в локацию остров аллигаторов питомца. Так было уже раньше, когда ивент с питомцами только начинался. На острове аллигаторов с любого моба мог выпасть питомец. Давайте с вами посмотрим. И вот вам такая вот идея для КЛов, для ИРЛов, для кланов, для КП. Займите остров аллигаторов сразу. Но займите его, опять же, с умом. Смотрите, вы телепортируете сюда за 200 монет. А здесь можно ПК-шить чуваков сразу. Более того, в отличие от остальных временных зон, где когда персонаж умирает, здесь вы не появляетесь сразу. Вот здесь вот у Дитунса того же. Вы появляетесь в городе, я это сейчас продемонстрирую. Поэтому, я думаю, что целесообразно было бы сразу же максимально захватить эту локацию. Видите, она здесь 60 уровня. То есть на 60-х уровнях сюда можно в 2 КП прилететь. Одно КП встречает всех, второе КП фармит, например. И так, я не знаю, каждые полчаса, то есть, ну, как-то придумать, распределить обязанности. Можно оставить ДДшников здесь, а остальные пойдут фармить мобов. То есть, именно захватить эту локацию. Если у вас клан, то можно по очереди посылать КП-шики, чтобы они убивали других персонажей, которые захотят сюда прилететь. Понятное дело, понятное дело, что здесь 59 минут. То есть, они могут позалетать 10 минут и перестать. Именно поэтому здесь нужна такая постоянная охрана ТП Острова Аллигаторов. Это будет самая важная локация, поверьте мне. Во-первых, здесь очень шикарный кач. Здесь почти нету, здесь не будет работяг, которые не захотят тратить по 200 монет, чтобы сюда залетать. Здесь падает баф 50% к опыту. Здесь падают также питомцы. Это просто великолепная локация. Можно забуриться куда-нибудь вдали, спокойно качаться целый час и набить себе очень много опытов. А если у вас еще есть пулеры-масухи, то вы себе просто качнете опыт нереально. Это, я считаю, топовая локация. И ее нужно занимать. Нужно думать, как здесь ее уберечь от остальных ваших потенциальных варов. Причем следить за ней нужно будет постоянно. Возможно летать сюда периодически и бегать по локации, перепокашив всех. То есть заставляйте варов тратить монеты. Каждый залет стоит 200 монет. Вот в чем еще интересная штука. Вы сделаете эту локацию нереально дорогой для варов и, скорее всего, неинтересной. Убивая их постоянно по КД. Давайте я сейчас сольюсь от мобов, чтобы посмотреть, чтобы показать вам, где я появлюсь, когда умру. Чтобы не быть пустословом, так сказать. Когда ты умираешь, ты появляешься не здесь, ты появляешься в городе. Ты тратишь еще 200 монет, чтобы залететь. В этом прелести бич этой локации. То есть здесь нужно держать глаз да глаз. К вам могут прийти, вас могут покануть и все. То есть закончился для вас минус 200 монет. Но время у вас при этом останется. Да, это замечательно. 200 монет не вернуть. А если таких залетов будет несколько, еще надо будет вставать на проценты. Хотя на 60 уровне никто на проценты не встает. То есть никто за монеты не встает. Наоборот, все за проценты встают. То есть вы еще и уровень сольете чувакам, понятное дело, да? Еще и за перезалеты вы у них заберете кучу денег. О, здесь банки, извиняюсь. Так, смотрите, вот я умер. Воскрешение без штрафа. И я появляюсь где? Не в той же локации, а в Геране, видите? И мне нужно потратить снова 200 монет, чтобы залететь на остров аллигаторов. У меня их уже нет. Вот такая вот маленькая тактика для победы. Я придумал ее буквально на днях. И считаю, что это очень важная штука. Хотя, казалось бы, да, не очевидная. Там будет выпадать, во-первых, питомец. Во-вторых, залет туда очень дорогой. В-третьих, можно ПК шить сразу. В-четвертых, большой интерес среди всех КЛов и КП, я уверен. Спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, оно было вам полезно. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok